фотошоп урок резьба по скорлупе всем доброго времени суток сегодняшнем видео уроке мы с вами сделаем резьбу по скорлупе вот у меня есть образец вот именно такое яйцо мы с вами сегодня попробуем сделать я этот файл закрываю и начинаем работать для начала нам нужно найти файл со скорлупой все дополнительные материалы к этому уроку вы найдете по ссылочке под этим видео или на моем сайте и так открываю файл открыть вот у нас дополнительные материалы и вот у нас есть яйцо чтобы нам комфортно и хорошо было работать прежде всего снимаем замочек вот этот с нашего слоя дважды щелкаем левой кнопкой мыши по вот этому слою и в открывшемся окне нажимаем кнопочку ok вот слой наш разблокировался и мы свободно можем на нем работать первое что нам нужно сделать это выделить наше яйцо то есть отделить его от фона лучший способ для этого инструмент перо перо нам даст более точную границу как работать с инструментом перо вы можете посмотреть в моем уроке как сделать фигурную маску я сейчас на этом останавливаться не буду ссылочку вы сейчас видите на своем экране как перейти к этому уроку и так чтобы не тратить ваше время я уже обвела наше яйцо пером замкнула контур и теперь будем работать дальше контур у нас есть нам теперь нужно сделать выделенную область для этого мы ставим курсор в средину нашего яйца нажимаем правую кнопку мыши и выбираем образовать выделенную область здесь у нас растушевка 0 новая выделенная область нажимаем ok и вот видите появились у нас муравьи это значит что наше яйцо выделено теперь нам нужно избавиться от фона для этого мы заходим в выделение инверсия видите теперь у нас появилась область выделена та которая вне яйца и нажимаем на клавиатуре клавишу дел снимаем выделение и вот наше яйцо получилось без фона теперь для того чтобы нам сделать вот такую скорлупу как мы хотим давайте сначала продублируем этот слой нажимаем на клавиатуре control g и назовем верхний слой у нас будет передняя стенка для того чтобы переименовать его мы стоим на слое дважды щелкаем по надписи левой кнопкой мыши и переименовываем его пишем передняя стенка нажимаем клавишу enter то же самое мы сделаем с нижним слоем дважды щелкаем левой кнопкой мыши по надписи и и переименовываем на заднюю стенку нажимаем клавишу enter теперь нам нужно чтобы задняя стенка смотрелась в зеркальном отображении поэтому мы стоим на слое с задней стенкой заходим в редактирование трансформирование отразить по горизонтали если мы уберем верхний слой то мы видим что у нас немножечко изменилось направление цвета и тени на задней стенке и в то же время вы видите поскольку у нас яйцо было не одинаково у нас вот здесь вот появилась граница небольшая давайте сделаем чтобы у нас яйцо было и верхняя и нижняя половинки одинаково итак становимся на слой с передней стенкой заходим в выделение загрузить выделенную область здесь ничего не меняем нажимаем клавишу ok переходим на заднюю стенку теперь заходим в выделение инверсия чтобы у нас выделилась внешняя часть и нажимаем на клавиатуре клавишу D снимаем выделение выделение отменить выделение то же самое сделаем сейчас и с задней стенкой то есть мы стоим на слое с задней стенкой заходим снова в выделение загрузить выделенную область ok переходим на слой передней стенки снова заходим в выделение инверсия и нажимаем клавишу D и снимаем выделение теперь у нас и верхняя и нижняя часть нашего яйца то есть передняя и задняя стенки одного размера меняется только цвета тени но задняя стенка у нас должна быть немножко темнее поэтому мы становимся на слой с задней стенкой давайте верхнюю переднюю сейчас мы отключим глазик чтобы нам лучше было видно заходим в изображение коррекция уровня и здесь подвинем вот этот серый бегуночек так чтобы наша задняя стенка стала немножко темнее ну вот к примеру вот такого цвета можно и здесь немножечко подвинуть вот ну я думаю что на этом можно остановиться нажимаем ok и вот наша задняя и передняя стенки готовы к дальнейшей работе теперь нам желательно их сохранить каждую в отдельности они нам потом еще пригодятся но сохранять нужно обязательно с расширением psd для фотошопа и так я включаю глазик на передней стенке захожу в файл сохранить как естественно подбираю ту папку в которой у меня лежат все рабочие файлы для этого коллажа это у нас передняя стенка у меня она уже есть я перезапишу ее вот называю передняя стенка расширение psd сохранить то же самое делаем задней стенкой то есть я снимаю замочек с передней захожу в файл сохранить как задняя стенка и сохраняем теперь для того чтобы у нас получилась красивая хорошая резьба по скорлупе нам нужно сделать кисть кисть мы сделаем из специальных файлов которые вы тоже найдете в дополнительных материалах итак я открываю файл вот у меня есть несколько рисунков которые вы можете использовать для своих яиц ну вот давайте возьмем к примеру вот этот я открываю этот файл вот он у нас открыт захожу в редактирование определить кисть вот у нас номер этой кисти появился и я нажимаю клавишу ok если мы сейчас выберем инструмент кисть и зайдем в ее параметры вот видите вот у нас появилась та последняя кисть которую мы только что создали нажимаем на нее переходим на наш файл и вот видите она у нас немножечко великовата давайте сделаем ее поменьше я захожу снова в кисти и можно вот так вот ее уменьшить теперь нам нужно стать на слой с передней стенкой вот я на него становлюсь и добавить сюда слой маску нажимаю на кнопочку добавить слой маску раскрепляю вот этот замочек и стоя на слое с маской и добавляю в него вот этот рисунок нашу кисть щелкаем левой кнопкой мыши вот у нас появился вот такой рисунок теперь нам нужно добавить сюда параметры наложения для этого мы переходим на миниатюру слоя щелкаем левой кнопкой мыши по ней щелкаем по ней правой кнопкой мыши и выбираем параметры наложения вот у нас выпало окно здесь мы должны выбрать внутреннюю тень выбираем цвет мы поменяем на цвет скорлупы выбираем пипеткой вот здесь вот светлый окей угол выбираем 0 градусов смещение 3 и размер 0 нажимаем кнопку ok видите что у нас получается уже появился какой-то небольшой объем становимся на маску фильтр искажение смещение здесь у нас масштаб по горизонтали и по вертикали 10 схема искривления растянуть и повторить граничные пиксели нажимаем клавишу ok здесь мы ищем те файлы которые мы сохранили с вами в самом начале вот задняя стенка и передняя стенка поскольку мы сейчас стоим на передней стенке значит нам нужно выбрать именно вот этот файл я его выбираю и открываю и вот у нас появилось небольшое смещение нашей передней стенки теперь мы закрываем вот этот замочек скрепляем эти две миниатюры и нам вот эти две миниатюры нужно преобразовать в слой для этого я становлюсь чуть ниже нажимаю правой кнопкой мыши и выбираю образовать слой теперь становимся на вновь созданный слой добавляем сюда маску щелкаем левой кнопкой мыши и вот здесь нам нужно добавить на эту маску градиент для того чтобы у нас было усиление объема для этого мы берем инструмент градиент выбираем черно-белый градиент и на слой вот так посредине проводим наш градиент и вот вы видите что у нас получилось все правильно здесь у нас будет немножко темнее а здесь у нас будет светлее снова возвращаемся на наш нижний слой становимся на миниатюрку нажимаем правую кнопку мыши в параметрах наложения снова изменим внутреннюю тень выбираем ее цвет делаем чуть потемнее ок теперь здесь мы выставляем непрозрачность 100% угол возьмем 180 градусов смещение поставим 2 а размер 0 и нажимаем клавишу ok у нас появился еще больший объем теперь из вот этого слоя нам тоже нужно образовать новый слой снова становимся на эффекты нажимаем правую кнопку мыши и выбираем образовать слой то есть у нас появился слой чуть темнее чем предыдущий становимся на маску с градиентом зажимаем клавишу alt и левой кнопкой мыши перетаскиваем ее на нижний слой теперь становимся на вот эту маску и давайте ее инвертируем для этого нажимаем на клавиатуре клавишу ctrl и и видите у нас получилось инвертированная маска если мы отключим сейчас заднюю стенку то мы увидим что у нас получилось то есть наша передняя стенка яйца уже готова чтобы нам легче было работать давайте сведем все эти три слоя в один я остановлюсь на переднюю стенку зажимаю клавишу shift и нажимаю на верхний слой вот у нас выделили все три слоя теперь я нажимаю правую кнопку мыши и выбираю объединить слои и так передняя стенка у нас готова можем ее переименовать просто напишем передняя стенка теперь начнем работать с задней стенкой здесь мы проделываем все то же самое я переднюю стенку пока отключу чтобы она нам не мешала и начнем работать с задней и так добавляем сюда маску слоя раскрепляем вот этот замочек берем инструмент кисть вот она у нас но нам нужно чтобы она смотрелась в зеркальном отображении в передней стенке поэтому мы нажимаем на вот эту кнопку и вот здесь выбираем отрезить по оси Х таким образом у нас кисть наша будет инвертирована это можно закрыть здесь вот видите если я подношу нашу кисть то это уже видно что она инвертирована нажимаю левой кнопкой мыши получился рисунок возвращаемся на миниатюру слоя нажимая на правую кнопку мыши выбираем параметры наложения здесь внутренняя тень выбираем цвет уже потемнее здесь угол 0 смещение 3 и размер 0 окей с того переходим на маску заходим в фильтр искажение смещение здесь нажимаем клавишу окей и выбираем заднюю стенку окей включаем замочек преобразуем стиль слоя опять в слой становимся на эффекты нажимаем правую кнопку мыши и выбираем образовать слой становимся на вновь созданный слой добавляем к нему маску и проводим градиент но только градиент уже в обратную сторону слева направо вот я провожу вот так опускаемся на нижний слой снова добавляем сюда параметры наложения выбираем выбираем внутреннюю тень здесь цвет темный не получается потому что я не стала на миниатюру слоя я стою на маске а мне нужно сюда перейти и так снова становимся на миниатюру слоя нажимаем правую кнопку мыши выбираем параметры наложения внутренний цвет выбираем вот этот темный пипеткой здесь поставляем 100% непрозрачность угол 180 градусов смещение 2 и размер 0 нажимаем клавишу окей и этот слой мы тоже должны преобразовать в слой нажимаем правую кнопку мыши и выбираем образовать слой градиент вот этот перетаскиваем вниз зажимаем клавишу alt и перетаскиваем градиент и меняем его направление нажимаем клавишу ctrl и если мы теперь включим слой с передней стенкой то мы видим в общем то не очень понятно что где находится какие то линии непонятные нам нужно немножечко усилить объем и резкость для этого мы переднюю стенку переднюю стенку снова отключаем и поработаем немножечко с задней стенкой становимся на нижний слой на маску выбираем инструмент лассо и выделяем правую часть яйца теперь не снимая вот этого выделения нажимаем правой кнопкой мыши на корректирующие слои и выбираем здесь уровни вот здесь нам нужно немножечко подвинуть серый бегуночек ну вот примерно вот так это мы можем закрыть и теперь нам нужно размыть вот эту вот область чтобы она так сильно не бросалась в глаза для этого мы заходим в окно маски и вот здесь вот ищем бегуночек распушевка вот видите как у нас получилось вот примерно вот так закрыли снова остановимся на вот этот нижний слой опять выбираем корректирующий слой и здесь уже выборочная коррекция цвета в самом верху ставим заказная здесь нейтральные и теперь выставим цвета голубой поставим минус 10 пурпурный 9 желтый 16 и черный минус 9 закрываем это окно и теперь нам нужно объединить все вот эти слои давайте сейчас включим верхний видите какое у нас яйцо видно что задняя стенка у нас более темная передняя более светлая и так мы все вот эти слои объединяем я выделила самый нижний слой нажимаю клавишу shift и щелкаю левой кнопкой мыши по верхнему слою который нам нужно объединить теперь нажимаю правую кнопку мыши и выбираю объединить слои теперь желательно еще добавить немного размытости к задней стенке потому что чем дальше наш объект тем более он размытый чтобы у нас создавалась иллюзия настоящего яйца для этого мы скопируем нижний слой давайте сначала его переименуем я нажимаю дважды левой кнопкой мыши и вот это вот убираю вот это убираю чтобы у меня осталась просто задняя стенка и так я дублирую заднюю стенку нажимаю на клавиатуре ctrl G захожу в фильтры размытие размытие по гауссу и выбираем ну вот полтора пикселя как раз достаточно у нас небольшое такое размытие будет нажимаем ok на этом же слое добавляем слой маску выбираем кисть черного цвета обязательно меняем ее на обычную мягкую выбираем здесь непрозрачность 50% и немножечко обработаем края яйца кисточку мы возьмем поменьше она у нас очень большая ну вот так вот так вот немножечко обработаем чтобы у нас средина была размытая а края более четкие вот так вот можно оставить включаем теперь переднюю стенку это я могу закрыть нам не нужно нам осталось сюда добавить фон и возможно имитацию стола для этого я остановлюсь на самый нижний слой добавляю еще один перетаскиваю его вниз захожу в градиент ищу любой понравившийся мне градиент ну вот у меня был вот это давайте я его и возьму с этого угла наверх вот у нас получилось видите совсем по-другому уже смотрится ну и добавим тогда файл имитирующий стол вернее не стол а скатерть вот я нажимаю добавляю сюда этот можно закрыть чтобы у нас получился действительно вид стола мы заходим в редактирование трансформирование перспектива вот эти вот краешки раздвигаем эти можно немножечко соединить теперь правой кнопкой мыши в средине щелкаем и выбираем масштабировать вот вот эту сюда подвигаем вот такой стол у нас появился нажимаем клавишу enter это не важно вы уже сделаете тот фон который вам более по душе и что еще я хочу сюда добавить я хочу добавить сюда тень более подробно о том как ее сделать вы можете посмотреть в уроке падающая тень для фотошопа ссылочка тоже сейчас видна на вашем экране ну и нам остается добавить сюда тень для этого давайте мы все вот эти вот слои тоже объединим слои с яйцом вот так и к этому слою добавим тень и так я сейчас быстренько добавляю сюда тень и вот получилось наше резное яйцо имитация резьбы по дереву и так в сегодняшнем видеоуроке мы с вами научились делать резьбу по скорлупе фотошопом на этом наш урок окончен всего вам доброго до новых встреч и так